всем привет дорогие друзья с вами джек шепард мы продолжаем играть карьеру фифа 13 а и так что она с командой лиц united все вы помните что лица карлиц понятно ну и ну и что и что делать что за эшдаун 31 год а это парни по моему то ли в аренду взял то ли что парни чик допустим и кстати намного скилл хуже чему вот этого морис 24 года парню но весу и он вот так вот сливая уже там никому не нужен был мы ладно и так матч против болтона который почему-то плетется в самых низах но я думаю они еще покажут всем чего-нибудь ангог на них играет а больше ты никого не знаю просто обычно когда команда вылетает в чемпион шип то большинство игроков то уходит ну что начало мочи увидимся так поехали он сразу на устина филтер все пока что у меня на правом фланге устраивает но я бы наверно кого-нибудь приобрел все таки на замену здесь не успеть бил даже бежать не стал сегодня но он у нас центральный нападающий место кадлиц травмированным я помню какой-то из стандартных положений записывал это должен быть гол нет со стенка а вот это ловко хорошо очень-очень я бы сказал очень-очень торт еще один угловой нарез биттенкурта удар гол 1-0 пирс забивает по-моему центральный защитник вот так вот классно навес был четвертый минут 1-0 ох биттенкурт молодец молодец вместо черешева сегодня он играет гок гок дэвис я кстати слышал что это же по-моему это и правда что эдгар давец где-то в чемпионшипе шпилит было бы прикольно его найти помню у меня веселого плакат на стене форме сборной голландии он тогда был до 32 года вроде бы ему было даже в очках в свое время пуёль также в очках таких же был то есть что-то у него там со зрением было не помню и помню замечательный дриблинг у этого игрока был мы не у пуёля удавится а что если вот так пас направо маккормак не добежит хор ну вот если бы ты в прошлом матче ошибку не совершил такую то у тебя было бы 5 мячей сухих но нет такой такой бить не стоит даже если капитан дюв себя очень хорошо себя показывает прям не нарадуюсь в игре учитывая что в принципе 31 возраст не критичный но я думаю что он будет как-то менее ярко играть со спадами но пока что вообще все идеально и отличное видение поле и удары и пассы в общем все замечательно боюсь перехвалить но факт остается фактом ой 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 аккура аккуратно а лонца пазл такой вот неудобный здесь мяч в руку не попадает ли нет уайлд зачем я прыгаю в подкат капитан разобрался направо давай торрес на маккормака такой заброс на это должен был быть прострел тогда биттенкурт дотянулся ну то есть вообще на дальнюю туда что пока что по игрокам в аренде Я думаю, это Биттенкурт у нас И Торрес Абсолютно точно я бы хотел обоих оставить Шикарно Маккотмак играет Ну вообще у нас сейчас самый дорогой игрок, по-моему Хотя нет, самый дорогой Торрес 2.9 он стоит миллиона Представляете, да, в моей команде Самый дорогой игрок 2.9 миллиона стоит Учитывая, что я Ройс чуть за 100 с лишним продал Манчестер Сити Ну КС его так, ой, хорошо Биттенкурт, молодец Давайте глянем на повтор Мне понравился здесь паст, только справа нашли Маккормака И несмотря на то, что я его обозвал жирным Но он довольно коренастый игрок Но он очень хорош, маневренный, быстр Смотрите, Биттенкурт здесь Против высокого защитника Совершенно спокойно сыграл головой И голкипер тут просто на скиле выручил Этот ржеволосый молодой пацан Ну и дальше там Защитник похож на Акинфеева Помог нашему игроку не забить Сордал Пейтер На право сегодня Сегодня Маккормак Травит балом В эти стартовые минуты На левом фланге никого нет Очень хочу, чтобы мои игроки уже быстрее начали в скиллах расти Потому что если там не будет какого-то очень быстрого роста в скиллах Ну как вот я планировал, что он будет То значит, что в некоторых игроках, которых я приобрел, я ошибся А я не хочу ошибаться Мне с этими парнями еще надо будет Если мы пройдем в Премьер Лигу Англии Мне нужно будет с ними там против таких грандов играть Которых не забалуешь И там придется показывать все свое мастерство Тут-то пока что я вижу, что в принципе только Я уже забыл какой клуб Но в общем с нами на равных идут 15-15 было Перед этим туром Ну даже перед тем Что дальше было, я не помню Чуть левее Вот так, на два с половиной удары И точно в центр Так-так-так, аккуратненько Аккуратненько, не торопимся Опять правый фланг Вот такой вот пас Ох, Торрес, красавчик В стиле Роналдинья В одну сторону посмотрел, в другую пас и бал Это может быть опасно Опасно Ух, отбились И кто это? Это Уайт прибежал, между прочим Любый защитник, на которого я очень сильно надеюсь Ты на полкоманды здесь сильно надеюсь Потому что Все, почти всех я подбирал Можно сказать, как птенцов выискивал в других гнездах Ну то есть я как бы кукушка Искал их в других гнездах И забирал свое Уайт, хорошо Давай прострел мощный, дюв! Вот так вот Точно на ногу И не промахивает с этой позиции дюв 1-0 Так вот развиваем атаку Аккуратненько Не торопимся Не бежим особо Тут меня, по-моему, от мяча-то оттолкнули Если что, судья Маккормак Чем-то вот он мне вот так по стилю игры Измайлов напоминает Возможно, кому-нибудь из вас так же Ой-ой-ой Вот это опасно Уайлд Кроем Хорошо Но он пас отдал И это мяч Нгок Давид Нгок, по-моему И счет он открывает своим мячам Сегодняшний манч 1-2 Стоп, я же мяч тоже забил точно Почему 1-0 и сказал На втором забит Ну, я, как всегда, уставший, поэтому Неплохо И пяточка тут нужно была И в итоге на самой линии Богдан Мяч ловит Какая хумия Кроем Богдан Или Богдан Там вроде бы на А ударе Не знаю Уайлд опять Протаскивает мяч по-левому Но и этот удар В никуда Совершенно 19-го номера Богдана Хорн Все, стал пропускать Хорн Но это В одном лишь мяче Была его Вина А так вроде бы Очень хорошо играет И не зря У нее там Последние копейки Отдавал Меня выручает Дюв Ах Капитан Не вырезал Не вырезал Пас как надо Возможно Была Ну что же Нельзя так упускать Маккормак Дюв Ой Успел И что там Это Это должно быть Пенальти Во-первых Но давайте смотреть повтор Маккормак Вырезал пас Вот здесь все хорошо Отдал Дюв Посмотрите Какой-то демон Дюв 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 Так Ну вот Ладно Не успевает А тут Кстати вообще Пенальти Совершенно Спокойно Потому что Он ногой Дернулся Или стоп А нет 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 Не было касания Если вот за это Дали бы пенальти А он и не упал Он и дальше прошел И вот здесь Вы посмотрите Внешней стороной стопы Когда его уже защитник Тут примял Выдал он пас И в итоге Защитник-то завалил Дюв И такой Типа Ну бежит дальше Ничего не было И битенкурт Ну вот Что у него в голове Когда он вот сюда бьет Вот Именно вот так Ударь ты внутренней стороной стопы В центр Все И никаких проблем Ну по-моему Судья А окей Молодец Ну по идее Я типа Раз мяч отдал И удар был Значит Мы согласны С тем Что фола не было Да ладно Свисток на перерыв 2-1 Пирс же точно С углового забил Совсем Я уже вообще Рассеянный Но это Сегодня четвертая серия Именно фифы А уж про другие Я не говорю Так Кого и меня вообще Маккормак Он устал Ладно Ворни Внести него Так Ну и можно Кастру попробовать На месте Тороса Ой А и все Дюф то я не буду Менять уже Получается Ну если только Его на место Полузащитника Крайнего На край туда Кого-нибудь Выпустить И в центр Поставить Ворни Который я выпустил Опа-опа-опа Как болт он начал Посмотрите Форм Все в порядке Все в порядке На шультере Уай тут Все творит Хорошо Баллон Ну и зачем Он Дюф то здесь Пустил вперед Беги Дюф Беги Чтобы Нет Вот это опасно 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 Не дать развить Атаку Хорошо И в итоге Собственно Не начали Классно Фланг Открыть Баллон Упустил Хорн Хорошо Сразу На Бутинкурта И тот увидел И пас отдал И почти Убежал Ворни Или Варней Не знаю Варней наверное Ворней я почему-то Называю Варней 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 Блин Давай 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 Ой Красавчик Капитанчик Капитанище Ну за такой мяч Можно Да И будет Скочить Хорошо Грудью принял Здесь С двумя защитниками Пробил В итоге Поборолся И снова Пробил 3-1 55 минут Иди уф Не получилось у нас Мяч оставить у себя Но вот вроде бы Неплохо Иди уф Потеря И чем болтан На левом фланге Атаки Защитники Разряжают Обстановочку Вот опорники Уже как-то у нас Не так уверенно Действуют Ой-ой-ой Только я кричал Капитанище И сразу такая Ошибка детская Упустили здесь И ведь упустили Правый фланг Центр Хорн спасай Ох Не ребят С такими ударами Да Нгок может мим пролетать Хоть он гол сегодня и забил Но вот Этот удар был просто Ничтожен В никуда Дюф Не убежит Но может Может Здесь Голкипер Поднапрячь Скидка Ну все Разрядили Нет Да Ой-ой-ой-ой Это может быть опасно Капитан Идет в отбор Ох Какой пас тонкий Если посему Навес Хорн Бетенкурт Вот так вот Отдает Дюф Пяточкой И тут даже Ускоряется Нет Нет Все Он подустал Я даже Наверное Сейчас Заменю его Мало ли Вдруг Еще травму Получит Или Бем Сильно Устанет Так Вместо Наверное Бетенкурт Сюда Поставлю Хотя Зачем Вот так Вот сделаем Бетенкурт Дюф Вместо Дюф Слева Слева Выйдет Черышев В прошлом матче Меч Он забил Вроде бы Неплохо Себя Показал Поэтому Я готов Предоставлять ему Шансы Пока есть Такая Возможна Ну и Особо у меня выбора-то нет На позицию Левого Такой еще Полузащитник Или вообще Левый полузащитник У меня Очень мало Игроков Ну и Плюс Черышев Русский Плюс В Кастилье Реала Играл Аккуратно Аккуратно Не дать Навесить Ну Дали уже Ладно Хорн Молодец Направо Сразу Бетенкурт Кто-кто Кто-то Бежит Нет Вот Ворни Или Ворнелли Опять же Ох Ох Молодец Ох Молодец Жди 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 Вот так Вот завес Баллон Ух Перуанец По-моему 24-летний Который я в аренду Взял Мог сейчас Забить Бакрал Ведь Ворней Совершенно Спокойно Защитника Ну-ка Потеря Хорошо Сразу Справились Баллон Налево Черышев Вот так Вот А вот так Вот Не хотите Черышев Вронили Баллон Пробил Давайте Смотреть Теперь Давайте Смотреть Но ведь Парень Ты неплохой Почему Он 24 Года Без команды Оказалось Фактически За такие Копейки Я его взял Вы посмотрите Денис Черышев Вот так Вот Вообще Между Между Ног Просто Обаньки И вот Не успел Он только Пас Отдать Ну Здесь Падай Не падай Ничего Судья Не даст И вот Тут Ох Как Хорошо Это могло Быть Вот так Скиллы Дриблинг У моей Команды Есть Теперь Но вот За прошлую Трансферную Политику Я просто Руководство Разругал И кто-то Писал Джек Нифига Всех Понаругал Серьезно Пенсионер Набрали Себе В команду И Хотят Наверное У них И есть Какие-то Задачи Чтобы В премьер Лигу С таким Составом Не выйти Надо Покупать Молодежь Надо Чтобы Молодежь У вас Развивалась Получал Игровое Время Если Будь Там Голкипер В сборной Какой он там В сборной В Ирландии Вроде Вызвали Этого Келли Ну 34 года Для вратаря Все-таки Нормально И скилл Вроде У него 77 Но Все равно Да и ладно Вратарь Это не основная Такая Прям В позиции Где Можем Задумываться А молодежи Что вы Делаете В защите Пожар Аустин У него микро Повреждения Отлично Просто Блин Давайте Еще капитан Сейчас Ломается Ох Варней 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 А там Уайт Бежит на гол Уайт Бежит на гол И штанга Я так Хотел Чтобы он Забил И он Снова С правой Не успел Вернуться В защиту Тут же Оказался В атаке Пробил Что ж Пока что 3-1 8 минут до конца Матча Все очень Так неплохо Развивается И многие Из вас Писали Что действительно Очень интересно Смотреть А никогда Не знаешь Какой результат Будет Но вот У меня Сейчас все таки Есть немножко Такое чувство Что я Посильнее Своих соперников А и вот Как-то Ну без особых Проблем Там Мячи забиваю Но в любой момент Мне кажется Может измениться Вот это момент Вот это момент Капитан С микротравмой Поборолся Там И вот Вы посмотрите Он А Варный Я не знаю Он Он по-моему Даже вот здесь Вот посмотрел Смотрите Шею бросил Увидел Что Ну здесь Капитан Бежит И такой Типа Оба Я лучше Остановлюсь И назад Отбегают И У меня Первый раз Такой момент Фефе Чтоб Вот так Вот игроки Играли Давайте Рядышком Разыграем Биттенкорд Ну да Решил мяч Отдать Молодец Мно Аут И Ёй Спокойно Ли Мавес Ой Ой Спас 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 Хорошо 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 Тихо Тихо Вы посмотрите Три зверя У штрафной Уже Караулят Биттенкурт В отборе Помог В итоге Аут В пользу Лица Чуть не сказал В пользу Баруси Привык уже Черышев Ну забивай Нет Галкипер Сегодня Очень хорош А у меня Был один Прецедент В карьере Когда я За кого-то Играл Не помню В общем За какой-то Хороший клуб И В Англии Я играл По-моему Это был Арсенал Вроде бы Если мне Не помню Извиняю Так вот Так вот Я играл В основном В основном Галкиперу Не хорошо Проявлял Проявлял Себе После того Матча Когда он Все Ловил Я его Купил Несмотря На Скиллы Там 27 Год Был Он Тащил Вообще Все От Меня Вот Я Купил Так что В общем То Что Пока Выигрываем Начали пропускать Но Выигрываем По-прежнему Большое Спасибо Вам За просмотр Ждите Новых Серий Подписывайтесь Комментируйте Ставьте Пальцовер С вами был Джек Шепард И Счастливо